Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Нина Приходько. О главных темах сегодняшнего дня расскажут корреспонденты Южный регион инфо. И прямо сейчас, коротко, об основных из них. Рост тарифов неизбежен. С 1 июля за воду, электричество и газ придется платить больше. Что происходит по водоканалу? Сегодня мы с вами платим за один куб холодной воды 38 рублей 41 копейку. Завтра мы будем платить 39 рублей 99 копеек. Это у нас рост составил 4,1%. В непогоду из дома только в резиновых сапогах. Жители 10-ти этажки на Орбитальной много лет становятся заложниками дождевой воды. И все время вот тут она у нас стоит. Это уже длится вот 7 лет мы живем, никто эту проблему не решает. Это после каждого дождя. После каждого дождя. Вот даже подъезд плавать, а? Вот смотрите, что творилось. Вместо прилавков мусорная свалка. Росельхознадзор закопал в землю 136 тонн подкарантинных фруктов. Сейчас будет происходить уничтожение подкарантинной продукции, запрещенной в ввозу, которая прибыла из республики Македония, с яблоками свежими в количестве 19 тонн 500 килограмм. Платить за коммунальные услуги ростовчанам придется больше. С 1 июля возрастут тарифы на воду, электричество, газ и тепло. Для жителей каждый из ресурсов подорожает не более чем на 6,3%. Это предельно допустимый рост, рассказал на пресс-конференции заместитель главы администрации Ростова по вопросам с ЖКХ Владимир Арцебашев. Что происходит по водоканалу? Сегодня мы с вами платим за один куб холодной воды 38 рублей 41 копейку. Завтра мы будем платить 39 рублей 99 копеек. Это у нас рост составил 4,1%. По электроэнергии, на мой взгляд, сегодня рост самый маленький. То есть у нас тариф был 3,50. Это в пределах соцнормы становится он 3,60. На 2% подорожает газ, на предельно допустимые 6,3% теплоэнергия. Подробную информацию о росте тарифов разместили на последний счет квитанции. Так что жители проинформированы, отметил главный коммунальщик Ростова. В непогоду из дома только в резиновых сапогах. Жители десятиэтажки на орбитальной много лет становятся заложниками дождевой воды. Потоки сносят клумбы, размывают асфальт и даже добираются до подвала. Подробности в сюжете нашей постоянной рубрики «Городская среда». На экране видео недавнего подтопления. И такие реки во дворе дома на орбитальной 82-1 после каждого дождя. Оксана Посухова уже 7 лет живет в этой десятиэтажке. Жалуется. Ситуация за годы не меняется. Выйти из подъезда и не промочить ноги невозможно. Обитатели почти 190 квартир спасаются только резиновыми сапогами. Во время дождей, во время прорыва всевозможных трубопроводов вода со всей орбитальной стекается под уклоном под наш дом. И в основном страдает наш последний седьмой подъезд. Раньше было такое, что вода стояла по несколько дней. Сейчас она уходит за определенное время часов. Но это беспокоит хотя бы потому, что вот у нас на углу дома промоено. Дождевая вода ушла, но оставила после себя мусор и грязь. К подобным неудобствам люди привыкли. Но тревоги вызывает состояние подвала. Он тоже в зоне затопления. Когда участились дожди в этом году, у нас начали стены издавать непонятные звуки. Муж строителей понимает, что это, как говорится, гуляет уже наш домик. И мы просто боимся уже жить. О своей проблеме жители дома сообщали во всевозможные инстанции. Несколько месяцев назад даже приезжала комиссия от районной администрации. Решать проблему договорились совместно с управляющей компанией, рассказывает представитель последней. Со стороны администрации договорились, что они вырают здесь яму. То есть, получается, уберут эту плиту и под ней вырают яму. А с нашей стороны мы уже проложим трубы в имеющуюся ливневую канализацию, которая проходит на территории детского садика. Время прошло, но ямы вместо бетонных плит не появилось. Разводят руками в управляющей компании. Напомнить об обещании местным властям решили сами жители и записались на прием в администрацию района. Теперь владельцы квартиры ждут назначенной даты и надеются на солнечную погоду. Виктория Щетинина, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. Капитальная амнистия. Фонд капремонта проводит акцию обратить за рассрочкой долга, получив подарок освобождения от пения. Это своего рода летний подарок должникам по уплате взносов за капремонт, который, как надеются представители фонда, станет дополнительным стимулом к погашению долгов. Ведь объем пения может составлять десятки тысяч рублей. Рассрочка будет предоставлена единожды собственникам помещения и при условии своевременной оплаты текущих начислений. Для удобства составляется индивидуальный график погашения долга. В случае нарушения условия неплательщику грозит судебное разбирательство. А вот добросовестных собственников, получивших рассрочку, уберут исперечно задолжников. Список ежемесячно предоставляется в Минтруда и социального развития Ростовской области в целях предоставления мер социальной поддержки. Контрабанные яблоки не доехали до ростовских рынков. Причина – поддельные фитосанитарные документы. В Матвеево-Курганском районе 136 тонн свежих фруктов не прошли проверку. Сотрудники Россельхознадзора запросили подтверждение подлинности сопроводительных сертификатов в Македонии, откуда прибыли семь фург с подкарантинной продукцией. Но ответ пришел отрицательный. Согласно закону, яблоки было решено утилизировать. Мы находимся в поселке Матвеево-Курган Ростовской области на МУП-полигон. Сейчас будет происходить уничтожение подкарантинной продукции, запрещенной ввозу, которая прибыла из республики Македония, с яблоками свежими в количестве 19 тонн 500 килограмм. Яблоки будут уничтожены путем вдавливания в землю экскаватором. Напомню, что в январе 2015 года в России вступил в силу федеральный закон о карантине растений. Без фитосанитарных сертификатов возить из-за границы можно не более 5 килограммов фруктов или овощей. При превышении нормы наличие специальных сопроводительных документов обязательно. Донские депутаты установят максимальную цену для детских садов. Выше нее взимать плату с родителей руководство дошкольного образовательного учреждения не сможет. Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании комитета по образованию областного парламента под председательством Валентины Марининой. По ее словам, соответствующие нормативные документы будут приняты в ближайшее время. Она также добавила, что губернаторская программа по обеспечению местами в детских садах детей от 3 до 7 лет к концу прошлого года была выполнена. По данным на 6 июня, очередь детей от 1,5 лет до 3 в детсады составляет 40 909 человек. Это все, что мы успели вам рассказать. Хотите знать больше, заходите на наш портал rostovlife.ru, делитесь фото и видеоматериалами, следите за жизнью города вместе с радио Ростов-ФМ на частоте 89,4. Я же с вами прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова